Друзья, всем привет! Сейчас обед. Сегодня 9 сентября. Не знаю, какой день недели. Наверное, понедельник. Я не тот человек просто, который ориентируется по дням недели. Я больше по числам, потому что, не знаю, день недели можно перепутать всегда, а число по вряд ли случится. Я оборачивалась посмотреть, смотрит ли муж из окна. Обычно смотрит. Сейчас он заболел. Мы вообще оба заболели. Я себя плохо чувствую. У него температура под 39. Я чуть-чуть получше, если у меня еще очень болит живот. Черт пойми, бабы. Все женщины работают на гормонах. Если с ними что-то не так. Обычно это непонятно что. Сразу все системы летят. Как вы видите, погода сегодня не очень. Я опять в этом же платье. Ну, потому что это мое любимое такое, типа японское платье. Оно и как халат рабочий, и как платье. Я сегодня буду делать микроблейдинг. Плюс у меня еще парочка обычных работ. Ну, там архитектура бровей, окрашивание такое. По новой технологии буду делать. Выложила видео по соционике. Не успела выложить. Уже сразу одна умная леди начала комментировать. Можете почитать. Но, в общем-то, меня веселят подобные комментарии. Особенно меня радуют пользователи без аватарок, без реальных имен, без какой-либо активности на канале. То есть обычно так делают хейтеры и всякие психически нездоровые люди, которые просто сидят и ищут, чего бы такого написать, как бы самоутвердиться в интернете. Вообще, мне уже не первый раз пишут, что ты не Бальзак, например. Я на сто процентов не утверждаю. Это просто то, как я себя типировала и то, как меня типировала. Но у меня просто такая как бы странная личность. И на меня очень сильное влияние оказала моя семья. Особенно моя мама. Потому что мама у меня Наполеон. И я очень много от нее переняла даже манеру речи. У меня сестра Гексли и мой брат-дядя. Он тоже Гексли. Я выросла в такой семье. Дед у меня был похожий Дон Кихот. А бабушка Юго. Ну, короче, это все очень сложно. То есть все такие экстраверты с черной сенсорикой. Ой, извините, с черной этикой. С черной сенсорикой. И я, конечно, много от них взяла. И поэтому иногда бывает кажется, что я Гамлет еще за счет того, что вы видите меня на камере. И очень многие меня так типируют, знатоки, в кавычках. Потому что, когда я говорю на камеру, это одно. Я, во-первых, улыбаюсь. Я стараюсь быстро разговаривать. В общем, даже очень многие люди говорят, что когда они встречают блогеров где-то в торговых центрах или где-то в реальной жизни, они удивляются, что эти люди замкнутые, совершенно другие или злые. Или человек, который, казалось, улыбчивым, добрым, оказывается в итоге хамом. И наоборот. Человек, которого образ на канале такого злюки, типа, который злюка-матершинник. В реальной жизни просто очень милый, открытый человек. То есть экран, он очень сильно искажает. И когда ты садишься перед камерой, у тебя реально сразу меняется голос, меняется все. Говорить, если всем давно известно, что блогеры одеваются тупо по пояс. Вы думаете, что он сидит весь накрашенный, в наряде, в красивом. Как недавно Юлик показал, что я, говорит, готовлюсь к ролику. Он сидит в трусах, а сверху у него рубашка выглаженная и прическа. То есть вот примерно так же отражается и личность блогера. То, что вы видите на экране вверх, и то, что видите трусы с волосатыми ногами, как бы это... Господи, меня ждет пробка. То, что вы видите на самом деле в экране. И меня очень даже сильно раздражает, что меня типирует сенсорика, например. И говорят, да ты дура. Ты вообще что в сатонике, понимаешь? Ты что туда лезешь? Ты же экстраверт вообще, по тебе же видно. Ты же сенсорик, да ты вообще наполеон. Я человек, вот если бы вы видели мою походку и мое телосложение и... Да господи, до сенсорика я рассказывала, что раз он твердо стоит на ногах, у него уверенная походка. Он если стоит... Вот я в лифте всегда об стеночку облокачиваюсь, скрещиваю ноги и стою вот так. Это что по вашему сенсорик? Или когда я уехала в другую страну и прожила там одна полтора года. Одна в квартире на берегу моря просто. Это я считается, что экстраверт. Я не знаю, может быть экстравертом тоже такие посудки и костюмные, но я себя комфортно в этом чувствую. Это не то, что был подвиг для меня. Вообще, вопреки всеобщему мнению, ну люди думают, что интроверты это такие люди, которые типа два слова связать не могут. У них начинается приступ эпилепсии в метро. Интроверту просто сложнее сближаться с незнакомыми людьми. Допустим, вряд ли он в общественном месте, если ему будет скучно сидеть и коротать время, он с вами заговорит. Это более вероятно для экстравертов. Точно также важно, допустим, жестикуляция. Экстраверт, когда он с вами разговаривает, во-первых, он машет руками во все стороны, лучше вообще отойти на два шага. У него активный бегающий взгляд. И посмотрите на меня, когда что-то рассказываю. Даже если рассказываю быстро и громко, у меня всегда очень сдержанные движения руками. Немножко шевелятся кисти, может быть до локтя. Плюс еще, что самое главное отличает экстраверта и интроверта, это то, что экстраверт отдыхает в компании. То есть он в выходной день, например, попрется к друзьям и будет там тусить, ему будет офигенно классно. Интроверт, скорее всего, проведет праздник дома. Потому что он отдыхает, он черпает энергию изнутри. А экстраверты из окружающих как бы. И вот, к примеру, я, когда прихожу домой, я говорю, слава Богу, просто дайте мне мое вино и не трогайте меня, не подходите, я отдыхаю. Мне не нужно идти после работы тусоваться с друзьями, чтобы отдохнуть или болтать по телефону. У меня на йоте бесплатные минуты там, может быть их там типа десять и они у меня остаются до конца месяца. Но, с другой стороны, мне, лично мне, опять же, я думаю, что это из-за воспитания. Мне совершенно не сложно находить контакт с людьми. И у меня еще такая работа. Я работаю с людьми очень много. И мне, чтобы правильно донести свою работу, чтобы сделать ее хорошо, мне нужно установить контакт с человеком. Мне тоже приходилось переступать через себя, как бы это стеснение преодолевать. И начинать разговаривать быстро с незнакомыми людьми, у них быстро выяснять абсолютно все про их личность, чтобы, когда делаешь макияж или брови, ты должен все-таки зацепить, как бы понять характер человека. Плюс, опять же, моя мама НАП, которая очень серьезно относилась к нашему воспитанию. И она корректировала все проседающие места и моменты, где нас заносит. И мало того, что она НАП, у нее еще работа именно чисто НАПовская. Она директор концертного агентства. Она всегда возилась с артистами. И вот это моя стесительность, когда я стою, мнусь на своих тоненьких ножичках за кулисами. А мне мама говорит, Танечка, пошли познакомимся с Кристиной Арбакайте. И заводит тебя за шкирку к ней в гримерку. И говорит, вот познакомьтесь, это моя дочка. Ты стоишь как идиот. Ты понимаешь, что ты должен что-то сказать, наверное. И вообще она меня знакомила всегда там с важными людьми. То есть везде меня таскала. К десяти-двенадцати годам ты уже типа как бы не интроверт. Нет, ты интроверт. Отдыхаю, ты все равно дома. Но у меня нет... Я такая заводила как бы. У меня нет страха перед публикой. Плюс мы еще учились в музыкальной школе. Часто выступали у моего брата группа, где я пойду на бэк-вокале. Да, я еще петь умею ко всему. И мы выступали на больших площадках. То есть своей личности. А потом дома ты отдыхаешь от этого всего за бутылочкой пива или бокальчиком вина. И приходишь в норму. Но это не значит, что если я вот такая много разговариваю, легко вхожу в контакт, что я экстраверт. Нужно глубже смотреть. Вот и, кстати, мой муж тоже. Он очень похож на экстраверта. Я всегда думала, что он такой есть, пока не начала с ним жить. Он, знаете, такой высокий, светловолосый, голубоглазый парень с широкой улыбкой. Такой вот, ух, как русский такой, этот, богатырь. На самом деле, вот приходит домой, мы приходим домой, закрываются двери, мы... Слава Богу, Господи! И сидим молча и фильм смотрим. То есть вот такая экстраверсия. А особенно через экран телевизора ты вообще ничего не можешь сказать о человеке. Друзья, не надо меня типировать, как попало. Мне это неприятно. Закончила я свою трюкку про соционику. Сейчас буду готовить кабинет к микроблейдингу. Может быть, что-нибудь сейчас покажу, чем работаю. Еще не до конца все готово. Но то, чем работаю, готово. А, манипулу еще забыла. Ну, это необходимые вещи. Хлоргексидин и всякие антисептики. Стоматологические микробраши. Это спонжи. Я их буду физраствором пропитывать. Ими хорошо стирать пигмент. Вот сами пигменты. Это пигменты Слайд эндап. Вещь не дешевая, но они очень хороши. Я взяла Мока Мока сейчас, потому что я знаю, кто придет. И я знаю, что я делала вот этим оттенком. Если захочет темнее, добавлю Фрости. Фрости трюфель. Это анестезия. Тоже вещь не дешевая. Она в два раза дороже, чем, может быть, даже в три. Чем доктор нам, которым по привычке все работают. Он мне вообще не нравится. Это фигня на ледокаине. Очень быстро действует. Иглы. Это стандартная для пудры. Это для волосков. Это такая точечная. Дорабатывать основание. Это тоже Слайд эндап. Вот сейчас еще донесу кольцо для пигмента. Тоже одноразовое. И манипулу с пинцетом валяется в сухожаре. Манипулу не смогу показать, наверное, потому что я ее открою уже при клиенте. Я не буду при нем снимать влог. Это у меня для разметки всякая фигня. Сейчас свои пинцеты и манипулы туда потащу. Еще нужны обязательно салфетки для того, чтобы убрать анестезию. Манипула темная, большой пинцет. Манипула светлая. Пусть будет. В общем, погода получше. Завтра плюс двадцать шесть. Я иду с работы сейчас. Начало девятого. Тяжеленький был день. Пришли домой. Мой героически больной температурный муж встретил меня у метро в начале десятого. Приперлись, еле живы. Очень я устала сильно. Я реально... На ужин у меня будет свинина. Шучу. На ужин у меня будет вино. Опять шучу. Мариную свинину в лимонном соке с водичкой. Не знаю. Тоже, может, это какой-то опять маринад, выдуманный из головы. Просто тупо ее пожарю. И с помидорами или салатиком каким-то съем. Кстати, делала сегодня микроблейдинг по новой технологии. По-другому подцепляла кожу иголкой, так как меня учила Татьяна. И реально получается лучше. Потому что кожа была очень сложная. И тяжело было внести пигмент. Очень сильно кровило. Тем не менее, я справилась. В общем, мы отужинали. По пол кусочка съели. Я сейчас буду делать умывание. Делаю себе массаж банками по лицу. Если хватит сил, сделаю по телу. Это очень прикольные штуки. По массажным линиям делается массаж. В основном, я делаю акцент на скулах. Делаю себе нос. Зону лба. Сейчас умоюсь и сделаю. Купили мыло для рук. На самом деле, у нас вот такая очень удобная помпа от мыла. От Эйфраше мы не выкидываем. И покупаем какие-то такие большие штуки. Переливаем. Видите, что написано? Черное мыло Агафьи для рук. Мы думали, оно будет черное. На самом деле, такой вообще просто фейл. Черное. Зеленое. Но пахнет прикольно травками. Не купили дезодорант. Он очень вкусно пахнет. Очень классная вещь. Вот, поэтому будем умываться, ложиться, спать. Завтра у меня почти выходной. Буду заниматься работой, монтажом. Посмотрю еще по самочувствию. Может, что-то по дому сделаем. Ну, в общем, обычные дела. Спасибо вам, ребята, что вы ставите лайки, что вы смотрите. На самом деле, у меня лайков очень много. Ой. То есть, процент лайков по отношению к дизлайкам очень хороший. Несмотря на то, что их там пять к нулю. Но меня это очень радует. Всех благодарю. Спасибо, что вы такие хорошие у меня. И всем до новых встреч.